Ждать возвращения тепла после аварии жители проспекта Просвещение и улицы Руднево будут на три часа меньше. Местные теплопункты перевели на автоматический режим работы. Сейчас в помещении на Просвещение 52, корпус 3 завершаются пусконаладочные работы. С нового года сотрудник внутри уже не понадобится. Все управление тепловым пунктом переходит в автоматический режим. При возникновении аварии система управления данным ЦТП передаст данные на центральный диспетчерский пульт, где сразу увидит диспетчер и примет уже непосредственное решение направить сюда аварийную бригаду, либо сможет устранить аварию со своего рабочего места дистанционно. За счет такой автоматизации и удастся сэкономить заветные три часа на ликвидацию аварии. В этом году аналогичные современные технологии внедрили уже на 11 тепловых пунктах ГУПТЭКа. Коснулась модернизация и главной станции Севера. Котельная парна самая крупная в Европе. Высота ее трубы 120 метров. Это почти как весь Петропавловский собор. И в этом году тепло отсюда пошло в новые дома Северной долины. Чтобы жители квартала и еще 400 тысяч абонентов в Выборгском и Калининском районе в новогодние праздники не страдали от перебоев с подачей горячей воды, здесь отремонтировали гигантский аккумулятор. В нем, как в термосе, хранится запас жидкости на 12 часов вперед. Продолжение следует...